Котлован Новую школу возводят недалеко от старого здания. Сейчас в нем учатся 237 учеников, при норме в 200 человек. Сотни детей и десятки педагогов ждут не дождутся нового здания. К слову, школа появится благодаря взаимодействию всех уровней власти. Губернатора Виктора Томенко, Министерство строительства и ЖКХ «Края» и депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Какие у вас впечатления, эмоции? Какие радостные, потому что эту школу мы ждем с 70-х годов. Школу построили, пристроили здесь в 73-м и уже тогда мечтали, чтобы она была красивой, новой. В 90-м нам обещали, в 2000-м, в 2017-м и вот наконец-то все началось. Строительство школы неоднократно срывалось. Подрядчики отказывались от работ, едва взявшись за них. В 2019-м году школу удалось включить краевую адресную программу. В 2021-м по ней стали выделять деньги. На строительство и оборудование образовательного учреждения в Боровихе из краевого бюджета направили более 700 миллионов рублей. Долгожданная, то есть она выплаканная, уже выстроена всеми, нашим населением всем вместе. Ну, конечно же, это будет на порядок высший уровень жизни в нашем селе, это однозначно. Это, во-первых, будут и наши ученики уже более ответственно относиться к изучению всех предметов. Учителя поднимут свой ракурс. По проекту здание будет состоять из двух связанных между собой блоков. Сейчас в Алтайском крае завершается стройка еще двух подобных школ в Тольменке и Новоалтайске. Блоки А – это входная зона, вестибюль, размещение в части здания, в части этого блока начальной школы, лаборатории химии, физики, медицинский кабинет, классы. А блок Б – он состоит из двух спортивных залов, актового зала, библиотеки. А еще у юных селян будет возможность заниматься в кабинете масляной живописи. Такие есть далеко не в каждой школе. Что касается прежнего здания, то его дни почти сочтены. Как только достроят новое, старое снесут. Но прежде педагоги, учителя и выпускники с ним попрощаются. Соберутся напоследок в месте, где они росли и воспитывались. Проходила их молодость. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.